Про налог на бездетность, что думаешь? Значит, была такая новость. Значит, это не закон, это не какая-то официальная инициатива, это пока, что называется, инициатива на местах, это пока прощупывание почвы на предмет, как народ отреагирует. Они часто такую штуку делают, и с повышением пенсионного возраста так было, и много с чем, с мобилизацией, кстати. Значит, выпустили какого-то, сейчас я найду, кого зовут, потому что, естественно, в памяти я такое не держу, директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ. Зовут его Алексей Зубец. Так вот, Алексей Зубец выступил с замечательной инициативой, а давайте-ка мы введем налог на бездетность. И я, собственно, про налог на бездетность говорю уже не первый год, и я все время говорю, ребят, налог на бездетность это просто вопрос времени. Учитывая все, что они говорят и делают, насколько они в какой-то момент зациклились на демографии, демография в России ужасающая, вот сюрприз, момент, когда экономика в жопе, когда в стране идет война, когда людей мобилизуют, когда нет законов, которые могут тебя защитить, когда в стране буквально просто бандитская группировка управляет государством, люди не очень хотят рожать детей. Странно, почему бы вдруг? Но вот такое происходит. И они пробовали довольно продолжительное время действовать пряником. Материнские капиталы, льготы для рожающих, но в какой-то момент пряник засыхает, им начинают пиздить. И вопрос, когда они все-таки догадаются ввести налог на бездетность, просто чтобы тебе было невыгодно не рожать, чтобы у тебя просто вот палка в жопе была, пока ты не родишь, это было вопросом времени. Я об этом говорил, по-моему, с конца 22-го года. И вот сейчас он выступил с вот таким заявлением, можем его послушать. Мы говорили об этом вот тут несколько передач назад. Цена проекта по демографии несколько десятков триллионов рублей в год, чтобы он сработал. Эти деньги надо откуда-то брать. Поэтому налог на бездетность, безусловно, должен быть, и он должен быть большим. Сколько процентов? Ну, смотрите, в данном случае проценты зависят от дохода. Абсолютные цифры бездетной семьи 30-40 тысяч рублей, то есть деньги на содержание дополнительного ребенка в чужой семье. То есть вы должны платить 30-40 тысяч рублей в месяц в абсолютных цифрах на содержание ребенка в другой какой-нибудь семье, где этот ребенок родится. Зафиксировали. Во-вторых, я бы не стал выводить из-под алиментов, вот этих не алиментов, а налог на бездетность, а медицинские соображения. То есть не надо опять же делить медицину и финансы, да, вернее их надо. То есть вы хотите с бездетным по медицине тоже? Вне зависимости от того, да, вне зависимости от причины, по которой... Ну, развить справедливо. То есть даже если вы не можете иметь детей по медицинским показаниям, просто, ну, женщина бесплодна, она не может в принципе родить ребенка, вы все равно должны будете платить налог на бездетность. И в-третьих, третья история, это то, что однодетные семьи тоже должны платить, потому что нормальная семья – это двухдетная семья. Если у вас в семье один ребенок, значит, налог на вот эту, на неполную детность, да, он тоже должен быть, только в уменьшенном размере. Третье, зафиксировали. Если у вас один ребенок, то за второго вы все равно должны платить, за то, что у вас нет второго. Вот. Учитывая тот факт, что в России минимальный размер оплаты труда в районе 20 тысяч рублей, а налог на бездетность, по мнению товарища Зубца, должен составлять 30-40 тысяч рублей, то Россия может стать первым местом в мире, где ты, поработав, еще останешься должен, а долг Родине, как вы знаете, можно отдать, подписав контракт с министерством... Извините, не туда меня что-то понесло. В общем, вот такие вот интересные мысли преследуют всяких инициативных граждан, которые предлагают свои охуительные идеи претворить в законы. Значит, важно, это не закон, это даже не законопроект. Это пока мнение одного частного индюка, который пусть и занимает довольно уважаемый пост. Но через такие заявления вы просто будете видеть, вот сейчас предсказание, которое не может не сбыться. Просто помониторьте в ближайшие пару месяцев российские СМИ, и вы будете видеть, тут, там, в проброс, прямо, будет появляться словосочетание налог на бездетность. Будут зондировать почву, будут щупать. И будут абсолютно радикальные отмороженные мнения, типа того, что мы сейчас послушали. И какие-то очень мягкие такие, больше просто, чтобы помелькало словосочетание. Как было сказано касательно Холокоста, ребята, все началось с того, что евреям запретили сидеть на скамейках в Берлинском парке. И всем показалось, ну а что такого, куча скамеек вокруг. Но все начинается с малого. Будут даже абсолютно невинные какие-то упоминания просто налога на бездетность, и постепенно, постепенно это войдет в обиход. Вот, я, конечно, не верю, что это будет вот в таком абсолютно людоедском ключе, в котором некто зубец об этом говорит. Но то, что в каком-то виде налог на бездетность будет, сто процентов. Сто процентов, просто потому что, посмотрите на бюджет Российской Федерации. Бюджет Российской Федерации на 25-й год. Сейчас, чтобы не соврать, по-моему, 13,2. Ну, я проверю. Так, да, значит, в бюджете Российской Федерации 13,2 триллиона. Это 145 миллиардов долларов. 13,2 триллиона рублей. Это чисто военный бюджет. На год. 13,2 триллиона. 145 миллиардов долларов. Любимое всеми единицей измерениям можем посчитать в Инстаграмах. Компания Фейсбук в свое время купила компанию Инстаграм, которая теперь ей вот раз и навсегда принадлежит, за 1 миллиард долларов. Вот на войну за год собираются потратить 145 миллиардов долларов. 145 Инстаграмов. И, надо понимать, это только военный бюджет, потому что там еще процентов типа 30 – это секретные статьи расхода. Подозреваю, что секретные статьи расхода в текущие времена не очень мирные тоже. Поэтому, может быть, все еще хуже. Но даже это, просто вдумайтесь в это. Вот есть аналогия, я ее постил у себя в Телеграм-канале. Есть аналогия, которая, мне кажется, наиболее точно отражает глубину этой ямы. Вот представьте себе, что вам каждую минуту вашей жизни, просто вот каждые 60 секунд, неважно, вы спите, жрете, срете, работаете, не работаете, в игрушки играете, вам каждую минуту дают тысячу долларов, почти 100 тысяч рублей. Каждую минуту 60 тысяч долларов в час. 60 тысяч долларов, если что, это типа средний годовой доход в Америке за год. Но вы вот получаете 60 тысяч долларов в час. Вот чтобы накопить столько, сколько Россия собирается потратить за один год войны, в таком режиме вам придется ждать 265 лет. И естественным образом эти деньги — это не построенные школы, это не направленные деньги на инновации, это не построенные больницы, это дети, которым собирают деньги на лечение смс-ками, смертельно больные люди, которые не получат никогда никакого лечения. Это все превратится в танки, ракеты, бомбы, которые будут равнять землей дома в Украине. И естественно, в этих условиях они эти деньги забирают откуда? Они забирают их из социалки в первую очередь. И понятно, что они забирают у всех сфер, у которых можно забрать. Еще у некоторых, у которых нельзя. И при этом дефицит бюджета никуда не делся, то есть бюджеты дефицитные. Но в этих условиях, они же говорят, что там огромная цена у этих проектов по демографии, по повышению рождаемости. И поэтому им очень нравится идея отбирать у вас деньги и этими деньгами оплачивать проекты по демографии. Поэтому, собственно, я считаю, что налог на бездетность неизбежен. Дефицит пока 1-2%, да, но дефицит есть. И он будет увеличиваться. То есть нет ни одной предпосылки к тому, что дефицит уменьшится. Потому что еще одно важное уточнение. Они очень сильно подняли расходы на войну. То есть это 25-й год будет. Вот сейчас расходы на войну сильно ниже. Они их подняли, там, по-моему, на 30% относительно того, что было. То есть будет на 30% больше, чем сейчас. А сейчас уже, не слава богу, все. Я вот сейчас думаю, у нас самые высокие ставки в банках. Как принесем им все сбережения, они потом их заморозят на военные нужды. Отъем денег у населения мне тоже представляется практически неизбежным. Тем более есть в нашей стране такая славная традиция. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!